Привет, друзья! Ну, часто встречаюсь с людьми с паниками, я им помогаю. Вот четыре ошибки, которые делают обычно такие люди, почему у них фобия развивается. И второй вопрос. Почему, собственно говоря, пишут иногда, что надо 21 день, чтобы выработать новые навыки? Вообще новые навыки. Почему 21 день? Зачем повторять всё время, что кто-то там пишет и вот это транслирует, транслирует 21 день? Всё зависит от состояния, в котором человек находится. Вот, например, паники, да? Мгновение, и стала фобия, и потом преследует человека всю жизнь. Научился, научился. Это же обучение произошло, новая нейронная связь. И вот эти четыре ошибки, которые делают такие люди, Они, не зная о том, что первая паника возникает за счёт спазма сосудов, мозга в момент резкого подъёма артериального давления крови, крис какой-то такой маленький был на фоне обычного состояния, здоровья, вдруг этот крис, они не знают о том, что давление подскочило. Это обычная, обычная классическая схема, но бывают и другие причины. Но это обычная схема. Не зная об этом, что они перед этим или стрессы переживали долгие, были истощены, или недосыпание было, и вдруг криз. И они вот в первой ошибке, вот из этих четырёх ошибок, они, значит, поскольку в неопределённости находятся, но очень быстро поддаётся советам садиться на антидепрессанты, там, на транквилизаторы. Вторая ошибка, что в работе с психотерапевтами или психологами послушно научаются настраивать себя именно на позитивные мысли, что очень сложно делать. Сложно делать, когда человеку думается о плохом, как ему преодолеть себя и думать о хорошем. Если бы человек мог, когда ему плохо думать о хорошем, так и психологов бы не надо было. И они пытаются блокировать эти негативные переживания усилием воли. Вместо того, чтобы выпустить пар, этим самым поддерживать у себя постоянное напряжение, потому что они не выпускают этот пар. И постоянно вот это фобический синдром позволяет психотерапевтам и психологам ковыряться в своих историях и переживаниях. Это у нас третья ошибка, которая происходит. И четвертая. Врачи часто не проверяют, и больные не уделяют должного внимания шейно-грудному отделу, режиму сна и отдыха. Вот эти четыре ошибки, которые поддерживают вот эти панические состояния. На самом деле, надо в момент, когда у вас стресс. Чем бы вы ни занимались, вдруг стресс какой-то. Вот сейчас, как домашнее задание, понаблюдайте, какие у вас возникают ответные, инстинктивные, защитные реакции организма. Кого-то трясет, кого-то сковывает, кому-то хочется махать руками, кому-то хочется бегать по комнате. Надо пар выпустить. Надо сделать это. Ну, если вы дома находитесь, не на улице так делать. Поэтому несколько дней подряд, когда вы в стресс попадаете, наблюдайте, какие у вас возникают ответные реакции. И вместо того, чтобы блокировать это и стараться думать о хорошем, выпустите пар. То есть, сделайте это в виде упражнения. Но если трясет вас, потряситесь. Если вас сковывает, сожмитесь. Это же вот сжатие, сжатие. Это как раз-таки метод этого, забыл, как его фамилия, который там давно-давно, классический метод, известный всему миру. Ну, там найдете, напишите, да? Найдете. В кометах напишите. Рерберга или как-то, забыл я. Ну, там целыми десятками дней учат то руки напрягать, то стопу напрягать, то плечо напрягать. На самом деле, вот это шаг за шагом делается чисто для бизнеса. На самом деле, это напряжение можно сделать сразу. Вот вас напрягают, вы сразу сожмитесь как следует, оцепенеете в этом напряжении. Это защитная реакция, потому что в этом состоянии вы находитесь как в позе эмбриона, в защищенном состоянии, когда вам комфортно, когда безопасно. Да, это же поза эмбриона. Сжимание, вот это вот, это как раз-таки моделирование, это как упражнение можно сделать. Когда вас трясет, потряситесь, когда вам хочется оцепенеть, оцепенейте, сожмитесь, отпустите, хочется плакать, плачьте, надо пар выпускать, надо пар выпускать, а не садиться сразу на тринкулизатор. Но если вы уже находитесь в таком уже зацепленном состоянии, когда вы уже подсели на психотропные, вы же понимаете, что резко нельзя бросать, надо слушаться врача, чтобы не было синдрома отмены, чтобы резко стресс опять не возник. Но надо, чтобы врачи и психологи учились методу ключ, чтобы они понимали, как назначать эти психотропные, как назначать транквилизаторы, потому что, если он знает, доктор, как это назначать, и знает метод ключ, он понимает уже, что на фоне ключевых приемов, когда человек сам умеет снимать у себя напряжение и так далее, то дозировки может меньше делать. И во время отмены может рекомендовать эти приемы, но для этого врач должен учиться у меня. Я в свое время 10 лет был членом правления профессионального медицинского ООО «Пинянского». Это межрегиональное объединение психотерапевтов, врачей, психологов и социальных работников. Я там проводил эти занятия, но, наверное, этот доктор, который это назначает, не был у меня на занятиях. Наверное, он не смотрит мой канал на Ютубе. Ну, посоветуйте и врачам своим знакомым, пусть посмотрят, запишутся на канал, чтобы меньше людей с паниками были. А вот насчет того 21 день, или там сколько надо, чтобы навыки сформировались, если паника сразу, как говорится, новые связи создала в нейросети мозга. А буква, чтобы научиться писать на автомате, надо там сколько-то дней, и ребенок научается на автомате писать. Вот. То, в принципе, метод Лозанова, например, погружение в состояние трансовое, в котором больше запоминается слов, и Китай-Городская это использовала в МГУ, и курсы такие были. Она сама говорила о том, что, или писала, что она сама не поняла, почему там, что за механизм работает. Ну, действительно, интенсивное обучение, это когда человек погружается в такое состояние, когда за одно занятие может 200-300 слов научиться, и не надо 21 день. Вы представляете, и вот вебинар у нас будет 9 числа в 20 часов, как решать вопросы, которые обычным путем решить не можете, и там я буду показывать приемы, как можно использовать энергию, энергию страха, как можно использовать это как трансграничное состояние, как стресс использовать, как управлять стрессом, как трансграничным состоянием, для того, чтобы выходить страхов и перенаправлять энергию страха на решение своих вопросов, которые обычным путем решить не можете, и не надо там 21 день. Обучаемости будем учить, чтобы обучались иностранным языкам, и любым новым видам деятельности, которые сегодня очень нужно уметь делать, быстро переучиваться, осваивать новые профессии, и вообще-то в личных отношениях это помогает, при сдаче экзаменов, также приглашаем на вебинар, и так, до встречи, друзья. Игорь Негода,